Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль KIO RIO 2010 года выпуска. Двигатель 1.4, автомат, передний привод. Пробег на автомобиле 147 тысяч километров. Заменю на нем ремень ГРМ и ролики. А также попутно заменю ремни приводные на генератор, на кондиционер. Поднял автомобиль, снял колесо. Снимаю для удобства вот этот пластиковый пыльник. Крепится он двумя болтами, головка на 10. Теперь ослабляю приводные ремни. Генератор я ослаблю сверху, ослаблю здесь. Вот натяжной болт, ослабляю центральный. Центральная гайка, головка на 14. Также этот ролик я его тоже заменю. Натяжной болт, головка на 12. Вот я его ослабил, но я его снимаю полностью. Подшипник еще не мертвый, но шумноватый. В принципе, можно было вскрыть, промыть и смазать. Ну, взяли новый. Так же ослабляю центральный болт. Головка на 22. Все, болт выкрутил. Шкив пока не снимаю, пока не освобожу ремень генератора. Опускаю автомобиль. Вот у нас натяжитель генератора. Шкив, помпы. Я тоже его сниму для удобства, чтобы работать было здесь. Откручиваю три болта. Головка на 10. Не три, а четыре болта. Вообще не затянут. Так, я их ослабил. Теперь снимаю ремень, а потом уже откручу. Здесь у нас ключ на 12, ключ на 12. Ослабляю. Болт зажимной. И ослабляю болт натяжной. Болт зажимной. Смотрите продолжение в следующей серии. Надо снизу на генераторе ослабить болт. Он зажат, генератор не отходит. Снизу гайку ослабил, гайка на 12. Ключик. Можно скидывать ремень. Один. Ремень еще не мертвый. Мы взяли новый. И также второй. Я сказал, на гидроусилителе он идет на кондиционер задний. Вот он второй. Интересное расположение кондиционера. Он сзади находится. Но этот уже все потрескался. Ролики живые. Откручиваю помпу. Откручиваю шкив помпы. Все. Шкив помпы снял. Ослабляю болты на верхней крышке. Здесь крепление отломано. Видать, уже крутили. И лебили. Что-то делали. На верхней крышке четыре болта. Снимаем. Снимаем их. Состояние ремня. Ремень прослабленный. Поднимаю автомобиль. Выставляю метки. и откручиваю нижнюю крышку. Снимаю шкив. Шкив. Шкив дышит. Потихонечку снялся. Нормально. Снимаю шарбу. А теперь откручиваю три болта. Раз, два, три. И снимаю нижнюю крышку. Все, нижняя крышка снята. Проверяем метку. Вот метка. Сейчас пальцем протираю ее. А еще есть метка. На задней части шестерни вырез. И отлив на крышке. Все. Метка стоит нормально. Ну и также ориентир. Шпонка смотрит вперед. Ну и вонючий клоп здесь сидит. Зимует. Уберем его. Ну и как всегда, помимо всего, я сделаю еще для себя метку. Помечу шестерни. Помечу зуб. И перенесу это потом на новый ремень. Опускаю. Ослабляю натяжной ролик. Также ослабляю обводной ролик. Его тоже устанавливаю новый. Головка на 14. Хорошо затянут. Ролик уже все. Снимаю ремешок. Хозяин не знает, сколько ремень прошел. Он на автомобиле больше 80 тысяч пробежал. Но судя по ремню, его меняли. На 147 тысяч он не похож. Сальник сухой, менять не будем. Подтекает прокладка клапанной крышки. Головкой на 12 ослабляю два болта ролика натяжителя. Головка на 12-15 минут. Ослабляю. С Beimоматой бремя. У нас все будет. Мы разводим. Посадим, что мы видим. КОНЕЦ Вот такой вот натяжной ролик, но тоже издает шумы. Ремень берем новый оригинальный 24312-26-050. Натяжной ролик берем тоже оригинальный 24410-26-00. Второй обводной ролик тоже берем оригинальный 24810-26-20. Распаковываем. Шкивы у меня стоят по меткам. Здесь, как говорится, сделал дополнительно свои метки. Со старого ремня на новый ремень я их перенес. Новый ремень Power Grip. Но это хорошего качества. В оригинале они идут. Вот метки снизу-сверху поставил. Здесь на шкиву метка. Вот отверстие. А за отверстием на верхнем бугеле полоска. Сейчас попробую ее высветить, если видно. Так, не видно. А вот теперь видно. Вот полосочка. Совмещаем их. Это и есть метка распредвала. Сейчас, поднимая автомобиль, выставляю ролик натяжителя, пружину взвожу. А потом уже сверху второй болт ставлю, натягиваю, поджимаю. И после этого уже устанавливаю обводной ролик и ремень сам. Вот у нас отлив, в который упирается натяжная пружина. Вторая часть пружины у нас опирается в ролик, в кронштейн. Вот в этот. Теперь берем, устанавливаем. Заводим пружину за кронштейн. Все, я пружинку вот взвел на место. Здесь она заведена. Ролик у нас. Теперь надо поднять наверх и наживить болт фиксации. Простым рожковым ключом подделываю его. Наживил. А теперь мы поднимаем его до конца. И подтягиваем вот этот болт, который наживили. Для того, чтобы у нас ролик был в преднатяговом состоянии. Установим ремень, ослабляем болт. И он у нас выбирает натяжку на ремне. Ну а здесь что-нибудь надо сейчас такое посильнее взять. А, возьму отвертку. Вот так вот взводим его. Все, у нас ролик заведен. Теперь мы опускаем автомобиль и устанавливаем ремень. Здесь ремень одеваю по своей метке. И снизу ремень одеваю тоже по своей метке. Наживляю на место обводной ролик. Ремень одеваю. Затягиваю его. Перепроверяю свои метки, верх стоит по метке и низ стоит по метке. Теперь ослабляю болт натяжного ролика, который я преднатяг ролику делал. Все, натяжной ролик я ослабил. Вот видно он выбрал свободный ход. Сейчас беру немножко его коленвал, проворачиваю чуть вперед. Для этого я просто шкив коленвала одеваю на шпонку. Видно, ремень натянут. А теперь зажимаю эти болты на натяжном ролике. Все, оба болта я затянул. Метки перепроверил, стоят ровно. Теперь поднимаю автомобиль и собираю все снизу. Ставлю на место крышку. Базар. Война. К itself. Базар. Базар. Парлен. Алло. Базар. 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Ставлю на место вот эту шайбу, ставлю на место шкив, затягиваю его. Теперь беру ролик кондиционера натяжной новой 97 834 2D520. Натяжитель у меня выскочил, пока я здесь возился. Если посмотреть как стоит шайба, где выступ меньше стоит большая шайба, где выступ больше стоит маленькая шайба. Придерживаем и одеваем его на место. Беру новый ремень, один ремень у нас идет 97 713 1С200. Это у нас ремень генератора 25 212 26 021. Смотрите продолжение в следующей серии. Ну и можно сразу ремень кондиционера натянуть. Смотрите продолжение в следующей серии. Затягиваем гайку на 14. Ставим снизу пластиковый пыльник. Смотрите продолжение в следующей серии. Ее低 collateral дер внимание вах 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 в ху. Пом mush comments, мисер паркови, жмите и зленский��. Резachsen сулит систем lost вах 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 вах. Дякую ever $ цепочку поставьте сюда убивать брино. И, это довольно還是... Прик�енькость об диаметно. КОНЕЦ 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 Устанавливаю на место шкив помпы Наживляю А затяну уже с ремнем Одеваю ремень Все, проверяем, чтобы было по ручейкам И подтягиваем ремешок Все, сильнее тянуть не буду Вот видно по следу, насколько был старый ремень вытянутый Это почти полтора сантиметра Затягиваю болт И затягиваю снизу гайку на 12 Также затягиваю 4 болта на шкиву помпы Все, шкив затянул Ставлю верхнюю крышку Кусочек, который был здесь отломан Также поставлю его на место Агуту КОНЕЦ Убилен КОНЕЦ КОНЕЦ Да, ремень однозначно менялся, потому что вот этот кронштейн с проводкой он не был прикручен, он просто валялся на компрессоре КОНЕЦ Все, кронштейн прикрутил, ну а теперь можно запустить автомобиль и проверить, но перед этим я коленвал проверну 2-3 раза Все отлично, ничего не закусывает, запускаю двигатель Все работает, все замечательно, на этом замену ремня ГРН роликов, а также приводных ремней я закончил Всего вам доброго